привет друзья сегодня мы снимаем обзор apple iphone 16 pro max муляж в самом лучшем магазине москвы по моему мнению почему этот магазин самый лучший это магазина кейс во первых он работает 2007 года муж скоро будет почти 20 лет раз потому что мало кто может также похвастаться возрастом магазина как мы после ухода apple с российского рынка многие магазины выросли как грибы на пустом месте и решили что они на технике будут зарабатывать и делать свой основной бизнес упор на самом деле это все заблуждение эти грибы они как в лесу идет грибник и вот так у постоянно стрижет они внезапно появились также внезапно испаряться мы будем существовать во первых нас большой ассортимент нас большая клиентская база у нас мы занимаемся только по 2007 года у нас официальный сервисный центр который отправляет аппарата финляндию и оттуда получают аппараты новые по гарантии мало кто таким сервисным центром может похвастаться как мы потому что многие с вместе с айфоном который вы там покупаете подешевле дают гарантийный талон у мкада сервис-центр у дяди васи где ваш телефон смартфон становится донором то есть как там приходит человек по гарантии телефон и говорит через 45 календарных дней то телефон будет готов вот они ждут аналогичный плюс минус аппарат и выстраивают пирамиду то есть через 10 не приходит такой же человек у кого-то там не работает камера у кого-то не работает материнский плат вот они меняют друг дружку местами и сразу одного камера заработал другому материнский плат и отдают то есть айфон такое устройство которое нельзя разбирать оно внутри герметично она специально проклеена силиконными заглушками причем заклеена на заводе если телефон разобрать там заменить аккумулятор то все герметично стеряется и любое попадание в воду либо под сильный ливень грозит чреватым гниением материнской платы и со временем просто устройство не будет вас включаться из-за того что там какой-то компонент окислился и коррозия пожарила материнская плата но это уже я заговорился а теперь давайте все-таки поговорим про настоящее будущее презентацию у нас будет 10 сентября то есть еще вот немножко остается времени для того чтобы узнать все подробности будущих моделей 16-го поколения айфонов но у нас уже есть муляж муляж это давно такая болванка который отправляется производителем чехлов чехлов и аксессуары для того чтобы те делали свои собственно продукты под этот размер данный размер тоже не подлежит изменениям он уже утвержден вот и под него уже давно уже с февраля месяца делаются чехлы и стекла и другие замечательные вещи в этой руке у меня iphone 12 pro max этому пораду уже три года он прилично износился и заметьте у меня здесь разбитый корпус и я не тороплюсь менять стекло потому что знаю что любая замена стекла будет намного хуже чем разбитые стекло у старого доброго айфона потому что как я уже говорил любой внешний внутреннее вмешательство грозит чревательным последствиям а здесь у меня муляж нас про макса почему я не покупал ничеты не 13 про макс не 14 про макс не 15 про макс а ждал именно того чудо которое должно случиться или произойти этим чудо называешь нас про макс потому что здесь впервые за долгое время увеличит диагональ экрана то есть у нас диагональ экрана выросла начиная с айфона 6 у нас был 6 потом 6 плюс одновременно с ним выпустили диагональ в айфон увеличилась резко потом мы жили 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 у нас был xs диагональ выросла и потом с с макс появился большой то есть x xs макс и xs вот у xs макса диагональ снова выросла и с тех пор она не менялась у нас был дальше 11 12 вот он 13 14 15 это все старые телефоны до подкручили в 13 появилась 120 герц вода у 12 про макс 60 герц часто обновления экрана а там было 120 году вот ради этого можно пойти менять телефон это подумал надо 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 потом уже март после марта лето и уже цены упали ты думаешь на хрена мне 13 нужен когда уже сейчас 14 а у 14 появилась динамический остров и думал вот ради динамического острова надо будет брать а потом так думаешь на хрена он нужен динамический остров ничего нового то есть да была челка стал динамический остров красиво анимация но для тебя там ничего не нового и полезного нету хотя другой стороны там был фиолетовый цвет который до сих пор смотрится очень классно и ты уже думаешь хочешь взять 14 смотришь через два месяца будет 15 вот 15 выходит титановый корпус чуть камеры улучшили а что то же самое как 14 думаю блин он был 14 братья вот как раз подождать 14 на 16 переходить но дядя саша зажался почему дядя саша зажался если раньше у нас значит дядя саша радовался каждому выходу айфона то есть вот 2g был 3g казалось бы классно потом вышел 3g с у которого добавили камеру хорошую твой еще круче потом четверка вообще бомба была 4s и вообще siri добавили вообще бомба все думали 4s это siri потом пятерка и вот шестерка семерка это вообще каждый год менял телефон и понимал что вот она жизнь далась но прогресс не стоит на месте технологии скажешь скакнули сейчас так что собственно и появились телефон из раскладушки телефоны собственно вот galaxy fold появился планшет раскладушка то есть телефон раскладывать планшет у айфонов нет ничего такого которого тебе прям за душу брало бы и изнутри бы прям трясло бы бери 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 тратить свои деньги и так как я часто работаю у нас в магазине я просто смотрю когда клиент приходит с восьмеркой покупает 15 я прям завидую завидую не из-за того что он пятнашка то что у меня сейчас такие будут эмоции которые просто его разорвут дома который переполнит наполнит его душу просто неповторимыми чувствами и вот я хотел бы такой же испытать чувство не просто вот там да свой двенашку который кстати двенашка работа до сих пор изумительно она не тормозит не сбоит все там прекрасно я хожу первые дня без чехла да и стекла защитного да тут полностью готовый экран потрёпанное время царапанный весь полностью в хлам стерта олеофобка отпечатки здесь остаются потом этот аккумулятор ножку же под сдулся плюс частенько он непроизвольно сам реагирует и нажатия когда тебе это не совсем удобно стали уже полностью потрёпанное время стекло разбитое в общем ждет своего часа так сказать вот я надеюсь что час этот скоро настанет вот я надеюсь что не буду ждать 17 не буду здесь нас когда мне очень хочется чтобы apple выпустил раскладушку мне очень нравится форм-фактор когда ты берешь просто и вот так вот даже едешь когда нервишки шалят просто играешься устройством мне нравится что она тонкая она маленькая спокойно в карман уже положить она удобно делать селфи вот так вот поставил собственное видео можно записать самого и вот так вот поставил это очень удобный формат и экран то здесь намного больше чем у пятна будущего 16 про макс а да и все что им мешает сейчас делать раскладушку этот вот шарнир который делает складку на экране и apple считает что это не эстетично так как apple очень патетичная компания она бережно относится к дизайну все что связано с изображением с графикой и я тоже считаю что вот я не покупаю расскажу что же того что этот вот впадина начинает как мозоль на пальцы на глаза давить и собственно как такая катаракта лёша оператор полига слушай обитое стекло тебе не позволит на айфоне срапанная ты его не замечаешь настолько к нему привык что как бы и он говорит это тоже не смеешь нет замечаешь я вижу тут искажение изображения вот она вот я это чувствую я чувствую это пальцем а я привык по пальцам двигать по нормальной плоской поверхности они вот это вот все у меня прям палец там проваливается но тем не менее форм-фактор просто идеальный это просто моя мечта я ждал хотя ждал сейчас вот и получас анонсирует складной при джопс его уже был и складной iphone и складной ipad и airpods с дисплеем да какая ipod можно было использовать их но ничего этого нет потому что тим кук он как нам только деньги 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 все больше ничего не интересует он там будет чуть-чуть увеличил экран узнаю что люди понесут свои деньги будут тратить это все дело а джопс он четко говорил все в этом году выпускаем новый продукт хотите так вы и делаете и вот люди там собственно включали все свои мозги на полную катушку и выпускали то что мы собственно что мы до сих пор пользуемся таймайки это собственно iphone ipod и прочее apple тиви это все было выпущено при джопс а тим кук это просто вот вот так вот как динамо машину раскручивая получала от этого большую выгоду вот но тем не менее лучше айфона пока ничего до сих пор не изобретено поэтому приходится ждать от apple а когда они разрядятся раскладушкой и сейчас мы поговорим про 16 про макс наконец-то почему что там поменяется и что там собственно что ради чего я буду него переходить вы можете прочитать про будущий айфон уже в нашем телеграм-канале еще где-нибудь там уже все давно известно и никому ничего не интересно но здесь есть и опыт которым хотелось с вами поделиться чтобы вы в будущем сами какую-то выгоду для себя получили так 16 про макс во первых у нас будут 48 мегапиксельной камеры это широкая ультра широкая с камер будет 48 мегапикселей у меня здесь двенашки стоят вот видно что линзы достаточно сильно увеличится я думаю что они увеличатся еще по сравнению с 15 серии вот чуть-чуть вырастут в размерах кроме того вырос сам размер корпуса он стал чуточку больше вот там чуть-чуть больше я думаю что он будет значительно больше но нет он чуть-чуть вырос выросла диагональ была 67 стала 69 в руке это никак не ощущается мне даже кажется что 16 про макс лежит в руке лучше тут как-то обхват прям идет более усилен чем здесь здесь во первых мне обессилием вот эти ребра которые сильно давили на руку пятнашечка это дефект исправила теперь его приятно комфортно держать в руке до сих пор его держишь и он прям давит тебя здесь прям приятно как такая болваночка лежащая нежно в руках добавили кнопку capture то есть вот сейчас можно вот так вот держать из-за того что выросла диагональ в 16 про подросла диагональ была 61 стал 63 и в руке тоже будет ощущаться чуть-чуть по комфортнее такой превратился больше фотоаппарат и capture button так называется кнопка новая можно спокойно использовать вот для такого захвата чтобы делать качественные снимки раньше приходилось собственно тыкать по экрану либо же делать на эту нажатием клавиши на регулировку громкости вернее и дело снимки то теперь подать отдельно кнопку надеюсь они какие-то дополнительные нее повесят через прошивку жесты или кинти опции посмотрим что еще здесь изменилось да собственно ничего увеличили экраны подкрутили камеры добавили новую кнопку и сделали более тонкие рамки да теперь будут самые тонкие рамки в мире у айфона ну вернее у смартфона в мире вот возможно потянет самсунг но здесь вот использована технологии где которые используют самые тонкие рамки здесь прям вид видна такая маленькая маленькая тоненькая если мы взять мою двенашечку здесь данные рамки достаточно большие и они прям чувствуют что они большие а здесь вот невинный муляж здесь она четко вычерчена вот размеры небольшого ноготка это тоже будет приятно за счет этого вырастет диагональ и вот эти несколько 0,2 миллиметра они дадут достаточно значит значимый прирост по качеству изображения по качеству этой картинки будет еще комфортнее смотреть youtube который скоро совсем возможно заблокировать в россии какой-то просмотреть контент но уверяю 6,9 это прям вау почему 16 про макс почему не 16 про у которого тоже вывезли отвечаю 15 про макс по нашим продажам а продаж у нас айфонов всегда было достаточно большое количество про максы стали брать чаще если у нас 13 14 серии улетали прошки в основном тут четко люди за про максами идут то есть люди наконец-то поняли что диагональ решает все она и комфортно в руке она и комфортно по качеству получаемого контента в разы вот и что у нас про макс конечно же надо брать то есть у нас есть обычный штажку который брать не надо там ничего нового не будет либо что нас промах вот перейти четко что нас про макс потому что она того будет стоить что еще сказать про него да собственно больше ничего очередные изменения хотя в этот раз не минорный как было с 15 серии я ожидал что они добавить сюда антибликовое стекло на добавит антибликовое стекло и плюс стекло как у нового самсунга когда-то смотришь и не видишь свое изображение нет эффекта зеркала у него такое стоит стекло но она поездка в семнадцатом поколении в семнадцатом поколении у нас также ожидается айфон 17 slim это тонкий телефон который придет на смену модели плюс потому что плюс это самый непокупаемый телефон вот и когда был 14 плюс 15 плюс его вообще не покупают покупают что пятнашку 15 про и 15 на первом месте 15 промах потом 15 15 про уже на самом последнем месте вот такой вот обзор еще раз напомню покупать технику проверенном месте а технику apple покупайте наш магазин потому что мы работаем достаточно давно все вот эти грибы которые полизали последние годы они рано или поздно испарятся и многие скорее всего даже попадут на гарантийные обязательства когда там придут в магазин а он тут был а тут уже нету да такое бывает намного хуже если вы пойдете по гарантии дяди вася мкада который скажет я вам все починю но подождите 45 дней и собственно с помощью нехитрых махинаций ваш аппарат будет кое-как работать но это будет старый аппарат это будет уже не тот аппарат который был до этого это будет не герметичный аппарат и все вот эти липовые гарантии бумажки которые покупают за 500 рублей да там люди просто делают бизнес там продавая там тысячу бумажек за 500 рублей заработать в состоянии покупать какие-то запчасти на пару-тройку клиентов мы же отправляем аппарат в Финляндию спустя там 60 дней приходит новый и клиенты довольны поэтому у нас большая клиентская база строго рекомендую наш магазин и посмотрим что же компания apple представит на презентации 10 северя я думаю что ничего все что представит и уже видели 16 про макс меняйте те кто хочет получить новое ощущение пока